А в преддверии Дня Матери в школах, детских садах, библиотеках и музеях города и района был проведен целый ряд праздничных мероприятий. Воспитанники дошкольных учреждений рассказывали своим мамам стихи, школьники провели выставки рисунков, а в картинной галерее для посетителей подготовили интерактивное представление «Один день из жизни матери казачки». Много интересного о казачьем быте узнали и наши корреспонденты. Тему продолжит Анна Монастыренко. Казачьи семьи были многодетными и вся забота о детях и хозяйстве ложилась на хрупкие плечи женщин. Они готовили, стирали, шили, гладили и делалось все это не с помощью стиральных машин или электрических утюгов, а руками. Учащимся школ, которые были приглашены на интерактивное представление, дали возможность почувствовать на собственных плечах трудную жизнь казачьих матерей. Ребят научили пользоваться таким приспособлением, как коромысло. На дно плечо берем коромысло, вот, как руки должны лежать у нас. Сейчас я покажу, как правильно. Это ж неудобно, ты ж не пронесешь. Давай на плечо. Эта рука у тебя вот здесь, вот тут, сюда на талию, чтобы тебе легче было нести. Уперла руку, чтобы груз был, ведра так, тяжесть большая. Сюда руку и пошла к колодцу к реке. После того, как вода была принесена, казачки начинали стирку. Занятие это тоже было не из простых. Теперь ты намочила юбочку, теперь намылила. Умница. А теперь стирай. Слышно, что стирает, да? После стирки белье нужно было погладить. И до того, как были изобретены утюги, казачки пользовались специальным приспособлением. Называется оно «рубель». Поэтому и говорят, что одежду тогда не гладили, а откатывали. Все предметы быта изготавливались вручную, главой семейства или сыновьями. Вот, к примеру, этот рубель 1915 года был сделан в подарок маме. На нем даже есть надпись «Дорогой маме от сына Вани». Дети с интересом слушали рассказы о далеком прошлом, о жизни и укладе казачьих семей. После такого живого урока истории они не только узнали много нового, но наверняка поняли и оценили материнский труд. И придя домой, обязательно скажут своим мамам спасибо за все, что они делают. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok